Всем привет! Продолжим изучать самый лучший дебют в мире, когда мы играем против не сильных людей, против любителей. Речь вновь пойдет о лондонской защите, лондонской системе и на очереди очередная партия 1889 год, Blackburn, гармонист, конгресс, DSB. Поехали! Те, кто не видел первой партии из этого дебюта, обязательно рекомендую их посмотреть, ссылки будут в описании под этим видео. Раньше мы смотрели дебют через d4, но партия была сыграна через конь f3. Привлекательность лондонской системы стоит в том, что в нее можно перейти посредством различного порядка ходов. Она сыграна была d5, здесь более неприятная для истинного любителя лондонской системы, могла последовать реплика c5. Ну и тогда вот d4 непросто пойти, потому что я могу даже срубить, и вы как-то не успеете пойти и не е3, и не c3, и будут у вас проблемы. Поэтому здесь, если вы, например, знаете, что соперник играет в лондон, но через конь f3, можете встретить его. Но важно понимать, что соперник может пойти в сцелянку, и у вас здесь должно быть все хорошо. Итак, сыграна d5, d4, конь f6. Ну и мы перешли, по сути, в те линии, которые мы смотрели ранее, но партия будет новая. e6, e3, слон e7 и слон d3. Ну что, белые расставляются, как обычно, черные оставили пока что слона в запертие. Мы помним одну из партий матча на первенстве мира, которая не так давно закончилась. Вот я не помню, что тоже пошел там e6, и потом слона выводил через b7. Поэтому, как мы понимаем, играть так можно. Ну, важно понимать, что здесь много ходов, такие как c5, тут большая система. Ну, черные избрали 2-0, и, как мы с вами прекрасно знаем, любители рокируют сюда под мат, и проблем особых мы здесь не знаем. Какой-нибудь d2, b6. Ну, вот немножко новая система, идея, но смысл ровно тот же. Когда черные здесь рокировались, ставим мы так называемую пломбу, фиксируем центр. Ну, а после того, как мы фиксируем центр, у нас будут развязаны руки на фланге, как учил нас дедушка Стеннис. И мы будем выигрывать очень круто во всех партиях. Слон b7, может быть, точнее, здесь надо было пойти не слон b7, а слон a6. Как-то попытаться поменять этого слона. Наш-то слон плохой, а у слона соперника хороший, поскольку слоник вот сюда стреляет. Поэтому слон a6 чуть точнее, но слон b7 пассивно, и шансы теперь у белых. Ферз f3. Ну, ферз f3 хорошая редакция, некоторые ставят ферзя на e2, но этот ход не сильно влияет на атаку. И он может быть полезным. В ходном также ферз f3 белые борются за пункт d4. Ну, и перемещают очевидным образом свои фигурки на ферзевый фланг. Игра Блэкборна, который играл белым, выглядит удивительно современно. Этот маневр ферзер, который мы также видели в партиях до этого, которые ссылки будут в описании под этим видео, является практически общепринятым в лондонской трактовке дебюта так называемой ферзевой пешки. Так, черные сыграя лдей e8. Попробовать как-то предоставить поле для маневра, освобождение поля f8 для коня, чтобы как-то стаскивать сюда фигуру. Вполне возможный ход, на что белые сыграли ферз h3. Как мы с вами говорили, перебрасываются фигуры. Вот, конь bd7, конь d на f3. И здесь сыграли черные конь e4. Вроде бы они обманывали белых, сейчас они сами поставят пломбу, здесь вот фиксируют у них все хорошо, но удивительно, что ход конь e4 только лишь приближает к форсированному проигрышу. Тем не менее, положение черных уже трудное. Более ста лет спустя, будущая чемпионка мира среди женщин получила в этой позиции выигранную, разыграв тот же дебют, только в этой позиции она убила конь e5. И это партия за черных Антонет и Стефановой. Мандрид, 97-й год. Но, тем не менее, конь e4, конь d7, такой вот важный промежуток, ферз d7 и конь e5. Обманули немножко белые, теперь их конь на e5 уже стоит другой, и с темпом он сюда заходит. Движемся дальше, ферз d8, f3. И хотим мы, чтобы наш слоник работал, черные ушли конь f6. Ну, вот такая первая возможность для наших зрителей проявить свои знания и попробовать предложить ход за белых. Ставим на паузу, думаем, размышляем. Но, пока вы думаете, не забывайте поставить лайк этому видео, если вы еще этого не сделали. Подписаться на наш канал, нажать колокольчик возле кнопки подписка. У нас на канале много всего интересного. Итак, в партии было сыграно конь g4. Пытаемся мы отвлечь. Прекрасно мы понимаем, что если последует конь g4, тогда мы заберем здесь, а потом легко замотуем черный. Вот, поэтому взять на g4 не надо, брать на g4 не надо, а нужно сыграть g6, как было, например, сыграно в партии. Далее белые играют очень круто. Чуть ранее последовало включение ходов c5, c3 и белые здесь пошли с ломб5. Ну, в сути дела не меняют. Ход активный, черный защищается конь d7. Ну и здесь дальнейшая интересная идея. Опять я рекомендую нажать на паузу нашим зрителям и посчитать, как бы вы продолжили вариант. Чуть-чуть отвлекся черный конь, и этого достаточно, чтобы оказалось выиграть. Итак, думаем, размышляем. Кто заметил, что сегодня новая доска, ставьте лайк. Сегодня у нас такая свежая, светленькая доска. Ну, а в партии посыграно было конь h6. Это шаг, король отходит, и последовала крутейшая жертва. Конь бьет fc. Мы съели пешку раз, мы разрушаем прикрытие короля 2, и мы нападаем на ферзя 3. Такой ход не требует длинного расчета. Надо сказать, что некоторые завершающиеся матом варианты довольно длинны, но белые пожертвовали мало материала, а позиция черного короля полностью разваливается. Конечно, бывает, что за ладью такое отдашь. Ну, последовал хитрый промежуток слон h4, как-то подтащить ферзя, если что, чтобы там не было никаких матов. Ну, белые играют очень четко, играют слон g3 с темпом. Последовала король f7. Ну, после слон g3 тоже, в принципе, по большому счету ничего там нет. Слон g3, hg, король f7. И белые возвращают награбленное. Слон d7, ферзь h7 с крутейшими ударами. Поэтому сыграем мы сразу король h7. Вот. Здесь, конечно, надо было бить ферзем. Белым было все здорово. Приводится такое примечание. Ну, в партии последовало слон h4. В принципе, хрен редкий не слаще. Выигрывать можно как угодно. Последовало ферзь c8. Опять такой невыразительный слон g3. Казалось бы, что мы медлим, но мы все-таки напали. Сюда. 2-0. Никогда не поздно пойти 2-0 в Лондоне. Мы это прекрасно знаем. Король живет в центре. В какой-то момент он может пойти на e2. В какой-то момент он может пойти в 3-0. Но в какой-то момент в нужном он может пойти 2-0. У нас два слона у белых. Лишняя пешка, атака, куча слабостей, непонятные фигуры. В общем, позиция подавляющая. Последовало h6. Слон d3. Е5. Белые пытаются. Белых пытаются как-то прижать. Но мы прекрасно понимаем, что этого мало и недостаточно. Ладья а на e1. Ферзь c6. И следует крутейший трюк. Е4. Е4. Поскольку плохой король. Все вскрытия должны быть на руку нам. Последовало cd и d. Так, cd. Еd. Зависает ферзик. Надо что-то с ним делать. Ну, вот не берут этого ферзя. На ферзь d5 последует коварная слон е4. И не так легко отойти, чтобы защитить этого слона. Просто без фигуры. Поэтому хитрый ферзь c8. Заберем мы там. Ну, после cd слон d5. Ход белых. И это очень важно. Далее. На слон d5 последовало de. Ферзь c5 шарт. Принц смертный шарт. Слон f2. И ферзь е7. Слон f4. Не слон f4. Ф4. Идет ферзь на накат. Ну, в принципе, по большому счету, вот дальнейшая часть партии нам не так интересна. Нам важно было посмотреть дебют. И вот как там идет вот этот вот накат. Сегодня вот так вот переместился ферзь на h3. Вот. Это было важно. То есть, если против вас соперник покрепче, да, сразу в атомы не поставите. Но насчет вот этих позиционных вещей все у вас будет хорошо. Следует слон a2. Слон h4. Ферзь g7. Вот. Ну, дальнейшая, в принципе, уже реализация. Слон c2. Что там? Хотят b3, что ли, да? Прикрыть. Ладья а на e8. Ладья а на e8. Ладья а на c8. И совсем будет не сдобровать. Конечно же, ладья f на d1. Ладья f на d1. Конь f8. Слон f6. То есть, белая полностью доминирует. Что очень важно. Ладья шестая на d3. Ладья шестая на d3. Вот такой вот спуск. Белая задумали что-то коварное. В партии последовало ферзь e6. g4. Ну и все. Песенка спета. После хода b5. Рекомендую нашим зрителям нажать на паузу. И посмотреть на эту вишенку на торте. И найти выигрывающую комбинацию. Если вы нажали, посчитали. Давайте сверяться. Это ход ферзь h6. И все. По большому счету. Если вы пытаетесь как-то убежать. У вас получится. Но не надалеко. Ну а если в этой позиции вы срубите. То вот она коварная ладья. Шестая на d3. Которая играла. Она ставит вот такой волшебный мат. Ну что. Давайте подведем итоги. Вот этот вот первый ход. Конь f3. Который в партии был не с d4. Это альтернативный метод достижения лондонского построения. То есть, когда-то вам может быть придется обманывать соперника. Второй момент. Атакующая идея. Конь f3. e5. Ферзь d1. Ферзь f3. Ферзь h3. Это причина для того, чтобы не играть h2 на h3. То есть, если вы эту пешку толкаете. То уже с ферзем вам будет непросто. Поэтому в предыдущих партиях. Мы смотрели передвижение пешки h. Там свои идеи. Здесь идея с ферзем. Тоже можно взять на вооружение. Ну и после прибытия этого ферзя на h3. Трактическим мотивом стала идея. Конь на f7. Чтобы потом вот так вот заезжать. То есть, вот такую новинку мы сегодня подсмотрели. Спасибо за внимание. Смотрите обязательно предыдущие видео по Лондону. Ссылка есть в описании под этим видео, если вы не смотрели. Ну и обыгрывайте любителей шахматных. У вас будет большой процент побед в этом дебюте. Пока-пока.